Всем привет! Вы на канале «Удивительные факты». Итальянский предсказатель 16 века Матео Таффури несколько веков назад записал в своем дневнике первые признаки близкого конца света. И недавно его пророчества начали сбываться. В жарком Салента впервые начался снегопад, который не утихал несколько дней. Это необъяснимое явление расценивают как предвестие апокалипсиса, но об этом чуть позже. А пока ставим лайк и устраиваемся поудобнее. Пророчества о конце света заложены в основу большинства религий. Причем, как в исламе, так и христианстве, конец земной жизни только предшествовал началу нового существования. Признаки апокалипсиса были подробно описаны в канонических книгах этих религий. В последней новозаветной книге «Апокалипсис» подробно говорится о нескольких видениях конца света, явившихся пророку Иоанну. Согласно этим видениям, перед надвигающейся на землю катастрофой приходит целый ряд катаклизмов. Стихийные бедствия, воскрешение мертвых, явление ангелов, голод и мор. Признаки конца света можно найти и в Евангелии от других апостолов, предсказавших грядущий апокалипсис по изменившимся нравам людей. Невозможно обойти пророчество, основанное на видениях пастора Дэвида Вилкерсона в далеком 1973 году. По его словам, этот мир стоит перед невероятно большими страданиями, и даже сейчас земля содрогается перед первыми порывами Божьего гнева. По-видимому, почти каждый удивляется тому, что происходит с природой, моралью и обществом. Землетрясения, голод, наводнения и другие катастрофы кажутся такими далекими, когда мчишься с большой скоростью по озеру на мощной моторной лодке. Согласно видению Вилкерсона, еще при жизни нашего поколения на земле будет ужасный голод. Нас ожидают катастрофические годы, когда от засухи, наводнений и других природных бедствий исчезнет большая часть продовольственных запасов во всем мире. Это пророчество огласила 90-летняя норвежская женщина из Валдреса в 1968 году, и оно повествует о событиях, которые произойдут перед третьей мировой войной и вторым пришествием Христа. По ее словам, будет долгий мир между супердержавами на востоке и западе, а третья мировая война начнется там, где никто не предполагал. Христиане постепенно утратят веру в церковь. Они не захотят слушать о грехе и благодати, законе и евангелии, покаянии и восстановлении. Будет утрачено понимание истинного счастья, важным станет иметь успех и материальные блага. Во всем мире начнется моральное разложение, будет утрачено понимание целомудрия, а телевидение будет наполнено эротикой и ужасным насилием. Люди из бедных стран устремятся в Европу, и их будет так много, что коренное население станет плохо к ним относиться. Провидица утверждала, что Иисус придет внезапно перед началом Третьей мировой войны, длица которой суждено недолго из-за применения атомного оружия. Воздух будет настолько загрязнен, что никто не сможет дышать. Чудо Фатиме – самое известное явление Божьей Матери трем детям-пастухам в деревушке Фатима, Португалия в 1917 году. По свидетельству очевидцев, чудо сопровождалось рядом необъяснимых явлений, в том числе беспорядочным перемещением солнца по небу. Якобы, во время общения с детьми, Дева Мария сообщила им три тайны, три откровения. Первые два пророчества были обнародованы Люцией до Сантос, старшей из троих детей, в начале 1940 года. Третье и последнее пророчество должно было оставаться скрытым до 1960 года. Однако долгое время его суть оставалась нераскрытой по требованию Ватикана, заявившего, что мир к нему еще не готов. Первые два откровения касались двух самых больших войн 20-го столетия – Первой и Второй мировой. И только в мае 2000 года Ватикан рассказал миру, что в третьем откровении было предсказано покушение на папу Иоанна Павла II, совершенное турецким террористом Алиак Джой, 13 мая 1981 года. Малые признаки Судного дня возникают постоянно и не привлекают серьезного внимания людей. Они случаются в течение определенного периода времени, тогда как большие проявляются в одночасье и влекут за собой значительные события. К малым следует отнести такие признаки, как неуважение к родителям, посещение мечети не ради молитвы, а ради достоинства, возвышение жены над матерью, а друга над отцом, рост числа убийств, распространение невежества, когда происходит утрата знаний и ученых, а также, когда на Земле не останется верующих людей. Большие признаки могут появляться наряду с малыми. К числу таких предсказаний можно отнести появление большого дыма, который накроет всех людей Земли, восход солнца и его заход после обеда на западе, появление говорящего животного, которое будет обращаться к людям, разделяя их «ты мусульманин, ты неверующий». Каждая религия имеет свои видения этих признаков, но все они сходятся в том, что апокалипсис произойдет внезапно, не оставляя времени людям на спасение. Печальные реалии сегодняшнего дня неопровержимо доказывают тот упрямый факт, что время, о котором говорилось во всех пророчествах и предсказаниях, уже настало. Дальнейшее зависит от нашего с вами выбора, выберем ли мы разруху и гибель или объединимся ради жизни в гармонии и счастье. Знания и возможности для этого даны, выбор за нами. А пока все, подписывайтесь на канал «Удивительные факты» и до новых встреч!